Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий и мы продолжаем играть в Trader Live Simulator, это у нас девятая серия. Отвечая на вопросы по поводу длины видео и почему я обрезал, я забыл поставить вот эту конечную заставку по типу, что это не конец, типа ждите продолжения. Потом, какой еще был вопрос? Я помню комментарий был по типу, знаешь, выкладывай длинные видео, все что нам не нужно мы сами перемотаем. Нет, я не смогу выкладывать большие видео, хотя бы для начала, потому что это, не знаю, это бессмысленно, большие видео выкладывать, потому что процент просмотра у них будет маленький и, конечно же, они как-то слабее, во-первых, будут для ютуба, короче, меньше веса они будут иметь. Это первое, самое первое, самое важное пока что. И следующее, знаешь, сколько весит сейчас это видео, то есть, которое я записывал, оно весило примерно 50 гигов, то есть, оно длилось почти 2 часа, я там, по-моему, что-то даже вырезал, и, соответственно, оно весит очень много, то есть, если обычные видосы, которые я снимаю, они весят там 8, 7, 8 гигов, то эти весят по 20, по 25, и это очень много, то есть, рендерить мне это целое видео, это охренеть, как тяжело и как долго. А потом еще выкладывать сто лет. Следующий вопрос был про то, типа, зачем я, зачем мне мопед, я мопед, опять же, мопед я уже написал в комментариях, зачем мне мопед, я думал, что можно брать вот так вот тележку, брать тележку, садиться на мопед и кататься, но нет, так нельзя, в машине нельзя тоже тележку взять, я бы с радостью ее брал. Потом, мне написали, что не оплачивай долги, то есть, суду можно будет и так, и так через 20 дней взять. Суду-то дается куда? Разве не на банковский счет она дается? Она же даст мне на банковский счет и перекроет мне просто долги. И все равно загонит меня в большие долги. Если я не ошибаюсь, то именно дается она не в кошелек, а на банковский счет. Но, смотри, значит, написали, что нужно, что нужно, что нужно покупать, идти все дешевые продукты, которые есть, и мы пойдем купим эти все дешевые продукты с тележкой, со своей, конечно же. Ой, ой, ой. Со своей тележкой. Или в жупу. Не будем мы тележку катать, что мы, как дураки последние, будем на тележке ездить, правильно? Мы пойдем, поедем на машине, поедем на машине, затаримся. А, затаримся даже не знаю зачем. Я просто как-то спонтанно начал записывать очень и забыл вообще, что нужно делать. Да, хочу заметить, что вы пишите комментарии, я записываю заранее, то есть вы пишите комментарии, а я... Блин. А я уже выпустил и записал видео следующее, а вы написали мне комментарии. Я, конечно, читаю, и мне обидно, что вы читаете, но пишите полезные вещи, а я о них узнаю только очень поздно. Мытье рук, отбеливатель, горох, отбеливатель. Значит, смотри. Мы будем покупать все, что лежит на прилавках. Так оно будет правильнее и... Наверное, тогда у нас будет ассортимент побольше. То есть мне сказали как, заходи, говорит, в магазин и покупай все, что там лежит. Подряд, просто, или нет, покупай. Написали, что на заправке заправляться дешевле, написали, что там масло заливается и всего 350 стоит починка с маслом, а не по отдельности все это делать. К этому я уже сам пришел. И написал, у меня один человек, что можно бесплатно возить товары из магазина. Не очень понял я эту... ну, суть. Не очень понял суть. Карл здесь нерабочий. Если что, машинки вот эти вот все, вот все это нерабочее, кроме вот этой тележки. Тележка, как бы, да, здорово, от этой тележки нет никакого смысла, выгоды и, в принципе, она просто стоит. То есть, если бы у меня, например, не было бы тележки, я бы смог сюда прибежать, забрать товар на тележке и уехать. Вот, вот. Смотри, мать ее рук. Мать ее рук. Да что такое? Мать ее рук ставим вот сюда. Банк. В банке можно... Сказали... С карточки... Так, можно без банка что-то обналичить, что ли? Что-то такое сказали. Ну, нафиг. Сказали и сказали. Как бы... Я все понимаю, конечно, но я все это дело не запоминаю. Я буду придерживаться лишь одной стратегии за игру, а в этой игре именно стратегия будет такова. Я покупаю все, что есть, все, что есть в этом магазине, и продаю все, что будет в моем магазине. Вот и вся история. Как бы заморачиваться вообще не о чем. Вот, Джабер с ним говорить нельзя. Легкая закуска. Ничего себе. Что это за легкая закуска? А меня никто никогда не спрашивал. Там, по-моему, батон можно купить, нет? Мне показалось, или на батон можно навести и купить? Багет можно купить, ты смотри-ка. А, наверное, он будет портиться. Он будет, наверное, портиться, если я буду... Буду класть его на обычной полке. Скорее всего, да, так оно и есть. Масло растительное тоже кончилось, если я не ошибаюсь. И давай купим еще... Нет, клубничное печенье нам не нужно. Нам нужен шоколад, шоколад. Спрей у нас кончался. Очищающий спрей. Отбеливатель. Давай купим отбеливатель. Бытовая химия тоже никому никогда не мешала. После мы купим... Чипсов у нас много. Куки, файлы тоже есть. Умягчитель. Умягчитель. Отбеливатель. Моющее средство. Прямоющее средство купим. Ну, типа, знаешь... Нет ткани. Но на ткани у нас уже денег не хватает. Ткани на 180 стоит. Макароны купим. И на 19 долларов сейчас купим с вами... Чего бы купить на 19 долларов? На 19 долларов ничего не купишь. Новый баклажан. Баклажаны, баклажаны. 35 стоит. Это дорого для меня сейчас. Можно зубной пасты купить. Зубной пасты у нас тоже нет. Если я, опять же, говорю, не ошибаюсь. Вот затарились мы. Поехали разгружать. Как бы, знаешь... Не хочется, конечно, вот эту рутинную историю всю выкладывать. Потому что она, по сути, повессмысленна. Никакой... Никакой умственной нагрузки она не несет. Но если вам нравится так, что я сижу и разговариваю тут с игрой и с вами, то, в принципе, чего бы нет, да? Правильно. Вы же смотрите, вам нравится, значит... Значит, так и будет. По поводу стримов я уже говорил. Нет, стримов не будет пока что. Но... Стримы пока не планируется проводить. Давайте хотя бы немножечко подождем. Недельки две. Недельки две, наверное, нужно будет подождать. И тогда я посмотрю уже. Есть ли какой-то практический смысл в этих стримах. Потому что... Как бы... Знаешь... Здорово, конечно, когда стрим проводят. Да, здорово посмотреть, там, пообщаться. Но... Мне нужно быть уверенным, что там на него придут. Я заранее оглашу это, соответственно. Мне нужно, чтобы к ним на него пришли. Я что, буду сидеть с одним человеком, разговаривать? Нет, конечно. Мне нужно... Ну, хотя бы человек 30, чтобы присутствовал на стриме и разговаривать с ними. То есть, ну, ты же сам понимаешь, что один на один можно и в комментариях пообщаться. Я опять забыл посмотреть, что такое. Легкая закуска. Легкая закуска будем ставить вот сюда. На приказ. Оливки ставим тоже на приказ. Томатную пасту поставим вот сюда вот. К варенью где-нибудь моющее средство. Это бытовая химия. И, конечно же, мытье рук тоже это бытовая химия. То есть, бытовой химии мы купили, по сути, гораздо больше, чем у других каких-то продуктов. И да, это мне какой-то парень или, не знаю, пользователь какой-то ютуба, человек, в общем, какой-то мне написал в комментариях посмотреть у какого-то человека, у другого, у ютубера, к механику этой игры. Я, если честно, тебя не особо понял. Я не нашел этого видео. Я не нашел этого человека. И поэтому я не посмотрел. Ты, если хочешь, можешь, конечно, написать, ну, можешь скинуть ссылку. Она попадет в бан, я так понимаю. И я ее увижу в заблокированных комментариях. То есть, в этом нет ничего страшного. Даже если что, то есть, я ее сам скрою, не переживай. Просто скинь ссылку на это видео, и я посмотрю, конечно. Как бы мне не жалко. Я человек простой. Вы мне написали. Я мужика чуть не думал, собрал. Смотри, 249 долларов мы заработали за сегодняшний день. А время 2 часа дня. 2 часа дня, то бишь мы проработали уже 7 часов. 7 часов и осталось 8. Осталось 8 рабочих часов. А заработок, кстати, маленький очень. Хочу заметить. Он прям, знаешь, такой, прям на уровне, такого, начальном уровне заработок. Хотя, казалось бы, знаешь, у меня уже, ой, у меня уже есть, ну, много всякого этого, вот, требухи и всякой. У меня есть соковыжималка, у меня есть газетный, киуск, у меня есть, в принципе, все есть. Зеленое маслице среди рыжих. Блин, зеленый, пошли, смотри. Так, вот о чем я говорил. О том, что у меня ассортимент вроде бы большой. Кстати, да, вот макароны еще есть. Но прибыль, как таковая, у меня отсутствует прям большая прибыль. Сколько здесь максимально интересно в день можно зарабатывать? Просто если я буду всю игру зарабатывать 200 долларов, ну, 500 долларов в день, это грустно. Это на самом деле будет очень грустно. Да, девочка какая-то мне написала, что там есть плюсик в компьютере. Нет, здесь нет плюсика. А в ноутбуке плюсики... Ну, что такое? В ноутбуке плюсики значит просто, просто вот значит плюсики. Это плюсик. Это плюсик, он типа в плюс я пошел. А вот жалуется это с восклицательным знаком. Якобы, ну, якобы, короче. Надо на это обратить внимание. Но... Но, 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 что я хотел сказать. Нельзя увеличить здесь цену. Здесь цена не варьируется никак. Опять вот эта лестница стоит здесь. Я же ее отодвигаю каждый раз. Что такое? Ну, закройся. И да, про три видео в день. Ну, честно, я тебе честно говорю, я с радостью бы записывал по три, по четыре, да хоть по пять видосов в день. Мне просто на это элементарно не хватает времени. То есть, записать час, отрендерить час, выложить, выложить, ладно, выложить можно не считать. Но два часа почти на один видос уходит. Ну, полтора точно. То есть, а в день у меня столько времени нет. Просто элементарно, понимаешь? Если два видоса, то есть четыре часа еще в день могу потратить на это, то шесть часов у меня их нет. Вот. Да я что-то разговорился и забыл, что мне нужно выкладывать зубную пасту. Вот и все. А покупатели ходят, ходят, что-то хотят купить, а у меня нет ничего, потому что я забыл, заговорился. Вот. Скачать игру вы можете, ну, как бы, я думаю, все активные пользователи интернета. И если забить в интернете поисковой запрос скачать там Trader Live симулятор бесплатно, без регистрации смс-ков. Как раньше было принято писать. То вам покажется первая самая, как бы, ссылка, она будет реально рабочей. То бишь, смотрите, насколько, ну, электричество с помощью ноутбука, это на карточку нужно кинуть деньги. А на карточку деньги кидаются с помощью чего? Подожди, он задом быстрее бегает? Нет. 150, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, смотри, я в любом случае должен сначала кинуть в банк. В банк кидаю, а потом уже 150 кидаю на карту. То есть у меня нет посредника, если, конечно, именно это не имел в виду комментатор один. Типа, можно было через банкомат скинуть, так сказать, сразу напрямую. Ну, сейчас это проверим. Посмотрим, сгоняем, сейчас выложим товар. И посмотрим, куда можно кидать через банкоматы. Отбеливатель. Отбеливатель у нас будет стоять вот здесь. Ещё мне написали, зачем я сплю. Зачем я сплю? Чтобы прошла ночь. Чтобы не тратить время в видосах на то, чтобы просто вот стоять. Зачем я сплю? Написали, что якобы ты можешь покупать жабершоп круглосуточный. Я понимаю, что он круглосуточный. Я же вижу, я знаю, что он круглосуточный. Смысл от того, что я буду бегать рядом с этим жабершопом. У меня денег нет. Ты понимаешь? Нет, у меня денег нет. У меня денег не хватает, чтобы что-то закупаться. Вот сейчас у меня деньги есть. Ну и то, как бы, просто они есть и есть. Но закупиться я на них не смогу ходить по одной коробке целую ночь носить. Ну, типа развлечение хорошее, но смысла от него никакого нет. Вот. И я, в принципе, не вижу какого-то такого смысла прям брать и сидеть тут ночами и не спать. Как бы, ну, можно заморочиться там, да, на ночь все покупки откладывать. А зачем, если я могу это делать днем? Ну, 107 долларов у нас есть, но мы сейчас 60 потратим на еду. 65, по-моему. Нет баклажанов. Но баклажанов нет, потому что у меня на них денег нет, дружище. Ты все-таки это понимаешь, что я начинающий предприниматель. Всего 9 серия. Это не так давно играю. И с учетом того, что первые 2 там, да, серии или 3, я играл, не знаю как играл, просто играл сидя. Не пытался даже что-либо развить, я пытался понять механику этой игры. Пойдем посмотрим, пока не изменилось ли что у нас здесь. И да, мне твой ход мысли нравится вообще, на самом деле, про город-колонию. Но здесь немножечко не сходится. Там, хотя, почему не сходится? Мы тут просто решили, что, как бы, это город-колония, стоят охранники, везде бетонные плиты, вот так огражденные. И ходят одни быдловатые мужики, которые вот-вот тебя подойдут до этого и забьют за то, что ты ходишь здесь не так, как им нравится. Охрана стоит, спецназ, вон, на выезде, на въезде. Я единственный человек, который хоть что-то продает и, соответственно, пытаюсь заработать. Наемник такой. Это что у нас? Это банк, это банк, это очень здорово, но здесь... А, в банкомат надо было сгонять. Банкомат далеко. Но мы успеем сбегать до банкомата, пока мы не проголодаемся. С учетом того, что у нас сейчас прибыль пока идет, и прибыль идет, 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 и сейчас накопится хоть немножечко, чтобы мы смогли съездить и затариться еще раз другими товарами, которых у нас до сих пор нет. Огурцы продаются. Мне кажется, нужно овощи все купить, которые там есть, кроме арбуза, конечно же, потому что арбуз это ягода. Нет, смотри, здесь нельзя с... Этого... С кошелька вообще никуда бросать. А в банке можно только в банк бросить. То есть, по сути, чтобы счета оплатить... Вы мне пишите, что долг можно не гасить. Чтобы счета оплатить, нужно кинуть деньги на карту. А на карту... Ой, а на карту можно кинуть деньги только через банк. Поэтому тут безвыходная ситуация, и... Как бы, если я не прав, конечно, поправьте меня, но мне кажется, что здесь особо неправым быть негде. Я голоден и не могу бежать, это очень грустно. Мы идем к вон тому шаурмешнику. Хотя, давай лучше подождем на 98%, потому что, ну, зачем сейчас тратить деньги? И, по сути, это две единицы голода, можно сказать, сэкономим сейчас. Ну, это пусть даже немного, но... Это что-то нам додаст. А сегодня 534 долларов прибыли... Я так понимаю, максимум у нас может быть 700 где-то. И эти 700 долларов мы можем... Не знаю, куда можно потратить 700 долларов. 150 на свет. Это не каждый день. Счета приходят раз в 2 или в 3 дня. Зарплата 100. Точнее, не зарплата, а зарплата вместе с процентами... Не с процентами, а с платежом по суде. Сотня получается минусом. Даже если брать средний 700, то... Минус сотня, это уже 600. И даже если каждый... Каждые 3 дня приходит счет, это минус полтос. Минус полтос, это минус 150. Получается 550 чистой прибыли в сутки, если мы... Это не чистая прибыль. Это прибыль, просто прибыль. Просто прибыль. А чистой там прибыли... Процентов сколько там? Процентов 40, по-моему, или 30 мы накручиваем. Вот. То есть, по факту, чистой прибыли 40% от даже 500 долларов. Сколько тут получится-то? 50-200... 200 долларов, да? 200 долларов получается. Чистой прибыли в сутки. Это мало. Чтобы купить кофемашину, нам нужно 2,5 суток трудиться здесь. И это с учетом 700 долларов. Это не... Это не 500 долларов, которые у меня сейчас есть. Вот он, он взял из бургера, ушел. Сказал, что мне не хочется. У вас ничего покупать не осталось. Час и 571 доллар прибыли. Это значит, что где-то 600 в день. А это в процентном отношении еще меньше. То бишь, мы получим, наверное, в этом... В этот день вообще чистой прибыли 180. Вот. Хочу заметить. Хочу заметить следующее. Смотри. Даже если сейчас поеду к жаберу. Накуплю на 180 долларов чего-то. То мне это не обеспечит каким-либо огромным, там, не знаю, переростом прибыли. Я просто потрачу деньги, да, и 180 долларов, это не так много. Лучше поднакопить и потратить эти деньги, как это сказать, сразу с меньшими тратами на машину. Написали, что не нужен мне пикап. Что нужно сразу грузовую покупать. Но, смотри, грузовая тоже бессмысленная, по сути-то. Зачем мне грузовая машина, если... Если... Я могу на моей машине увозить просто кучу коробок. Зачем мне нужна машина большая? Она стоит 2500, это как кассир примерно. Да, наверное, 2500 он стоит. И... Как-то бессмысленно получается. Можно второго кассира нанять, чтобы получать больше прибыли. За 7000 долларов, как мне написали, можно купить бизнес, который будет приносить 150 долларов в год, в месяц, в день. Ну, 150 долларов в день, это... Смотри, сколько купаться будет. 150, это... 50 почти дней, да? 40 дней купаться только будет. Да, это прибыль, конечно, даст, но в очень долгосрочной перспективе. То есть, 40 дней мы будем только копить на продукты. А остальное, да. А потом, да. Потом, конечно, прибыль будет у нас аж целых 150 долларов в день. Как бы, это не маленькие деньги. Тем более, из ниоткуда, я так понимаю. Потому что же это всё-таки бизнес чей-то. И мы его купим. А если мы его купим, то мы будем владельцами этого бизнеса. Значит, нам будет отваливаться денежку какая-то. И, соответственно, что? Соответственно, вот всё. Кстати, я не вижу висящих продуктов. Неужели это пофиксили в последнем обновлении? То есть, они падают вниз или что? Что происходит? Потому что я не вижу... Хотя... А, нет, это не висящий продукт. Ну, да действительно, смотри, нету ничего такого. Отбеливатель. Отбеливатель. Вот он он, но он стоял тут один. В один ряд. Угу. Морепродукты у нас тоже скоро закончатся. Вафли закончатся. И йогурт закончатся. Хотя йогурт, кстати, не должен быть внутри холодильника. Мы зачем-то его сюда поставили. А, ну да, мы это уже обсуждали. И пришли к выводу, что йогурт лучше тоже хранить в холодильнике. Потому что... Ну, потому что почему бы и нет. Там место есть, пусть хранится. Копим сначала 350 долларов накопим, а потом мы пойдем в этот. К жаберу. Накупим продуктов опять. И будем развиваться. Здесь из кошелька, вот, я, чтобы, ну, на всякий случай перепровериться. Здесь из кошелька можно положить только в банк. Из кошелька нельзя сразу в банкомат. Здесь тоже есть банкомат где-то, по-моему, если я... Он из меня не изменяет память. Прям вот тут вот где-то, нет? Не стоит банкомат? Нет, я не стою. Очень грустно, очень обидно. Досадно, но ладно. Пойдем к себе. Кстати, смотри, я уже очень долго бегаю и не болею. Моющие средства. Мяса у нас осталось мало. Три штуки осталось. И я думаю, что нужно, наверное, будет его прикупать. Хотя... Это масло покупают... Ой, мясо покупают очень редко. Каким-то праздником, может быть. Поэтому не вижу особо сейчас пока смысла покупать мясо. Мясо. У меня есть морепродукты, колбаса, вафлей мало. Вот это что это такое? Это кексы. Их тоже маловато. Мини-йогурт у меня с... С полухолодильника стоит. Вон, с пачку моющего средства. Я хочу закупиться всеми овощами и фруктами. То есть... Нет растительного масла Эль. Зачем тебе Эль? Два у таких возьми. Ну что ж ты? Не учили тебя, что ли, складывать? Смотри, опять. Вот это. Что это такое? Почему она здесь перемещается? Я же тебя не прошу перемещаться. Шоколад кончается. Чай у меня есть? Кофе у меня нет? Кофе. На кофе жаловались люди. Нет растительного масла Эль. Пока что нет растительного масла Эль. Давай сохранимся. Чтобы было. 306 долларов. Это уже солидная сумма. С учетом того, что время 9 утра. Два часа только отработали. И уже огромные деньги. Огромные деньги. Нет тунца. Тунец дорого стоит. Он что-то порядка 150 долларов, по-моему. Стоит. И поэтому я не вижу так же смысла покупать его. Вот. 326. Давай еще 24 доллара. И поедем в жабершоп. Заправки много. Масла очень много. Починки. Кстати, стой. Масло вместе с починкой. То есть можно в целом-то это все дело организовывать вместе. Смотри внимательнее. Вдруг тебя обманут. Еще 22 доллара. Смотри. Давай. Еще один. Покупатель покупает у нас что-либо. И мы едем на оптовую базу. Погнали. Нам нужно растительное масло. Нужно... Что еще? И тунец. Тунец. Тунца не будем. Купим... Купим что-нибудь другое. Чипсы R. R это в трубе, которые... Почему у меня их нет? Я их раз все перепродал? А, да, точно. Я же ведь купил две пачки обычных и не купил в трубах. Хотя покупал я в трубах, но почему-то их просто раскупили. Отбеливатель купили. Купили. Люди пишут в комментариях про множество товаров. Я понимаю, что множество товаров это здорово. Когда у тебя очень много товаров это хорошо. Но. Но. Но-но-но. Ты же понимаешь, что множество товаров это множество товаров. Его надо что-то приобрести. А денег-то у меня ни черта. Я же бедный. Смотри, вот я захожу в магазин. Вот смотрю на ценник сразу. Я... Ну-ка, давай купим растительное масло Эль. Ну, кто же его купит-то у меня? Может, не будь дорогущим. Макароны продал. А, тут нет 55. Ну ладно, давай тогда купим тунца. Тунца купили. Шампунь жу-майсон покупим сейчас. Чтобы люди сказали перхоти нет, конечно же. И? На что у нас там? А, чипсы R. Чипсы R это как бы первое. Зачем сюда ехали? Яйца. Яйца, естественно, мы купим. Корм для животных. Ехал за овощами, накупил всякой другой дрибутистике. Вообще, в целом, как бы не дрибутистик, а полезные вещи, но все равно. Апельсины тоже люди хотели купить, поэтому я их тоже возьму. Поехали. Думаю, нам хватит пока что. Хотя, что нам хватит? Я сейчас еще денек, и я поеду за следующей партией. Ведь мы сейчас приедем, соберем прибыль. У нас будет около 100 долларов, наверное, 120, может быть. И тогда мы что сделаем? Мы сделаем следующее. Мы положим их на карточку. Мы положим их на карточку, и тогда они будут у нас там лежать. 150 долларов мне нужно на карточку бросить. А, соковыжималка. Соковыжималка принесла нам денежку. Подожди, фрукты, овощи куда мы складываем-то? Давай вот сюда, сми отсюда чипсы. Шампунь, шампунь вот туда. Шампунь мы ставим бытовую химию, яйца мы ставим вот сюда, чтобы их здесь вот покупали, тунца мы ставим. Не купим ничего, смотри. Нету ткани. Ткани у меня и не пикнуты, она дорогущая, кошмар. Что это было? Корм для животных. Корм для животных, давай. Давай вот туда в угол поставим. А это я не помню что. Растительное масло L. Кому такие баклажки нужны, масло я не понимаю. Он реально на полном серьезе. Мужик пришел и сказал, дай мне масло. Огромную пачку. А я ему говорю, откуда мне столько масла этого здесь возьмется? Дружище. Он мне говорит, а вот возьми где-нибудь. А я ее взял и взял. Я говорю, пожалуйста, пожалуйста. Вот. Корм для животных пусть стоит вот здесь. Написали еще что-то про приоритет покупки что ли? То есть, если будет стоять на полу, его мало кто возьмет. Что было такое? Ветер такой сильный что ли? Я, конечно, догадывался, что есть такое вот в этой игре. Потому что, ну, не просто так есть разные холодильники. Напомню, разные холодильники, если... И так все нормально. Надо вот сюда ставить. Чипсы нужно ставить вот сюда, рядом с газировкой. Кстати, колы у меня тоже уже почти нет. А это грустно. Привет, дядь. Уходи давай, если не хочешь ничего покупать. Не задерживай людей. Не купишь ты, придет другой. Придет другой и купит то, что ты не купил. 179 долларов, смотри-ка. А это не гогошенький гого, смотри-ка. Ну, зачем ты встал сюда? Нету бургеров. Да я не бургерная же, ну. У меня же обычный продуктовый магазин. Зачем тебе в бургеровом магазине? Иди вон там за углом. Стоит пиццерия, там продают бургеры. Там вкусные бургеры и, в принципе, даже дешево. Иди да покупать. Ну, тунца, значит. Тунца мы расставляем вот сюда. Тунец. Тунец. Колу купили. Сейчас у меня ее вообще не останется. Осталось три бутылки, да? Две бутылки осталось. Это грустно, конечно, звучит. Две бутылки колы, это прям больно. Яйца. Мытье рук продал. Мытье рук это полезно. Руки чистые должны быть. Тем более перед едой. А ты в продуктовом магазине. Купил продукт. Мытье рук. И пошел есть. Пшеничного печенья нет. Я не могу с этим ничего поделать, ребят. Ну, вы вообще, вы все хотите сразу. Я так не умею. Мне нужно на это учиться. Учиться, учиться и учиться. Шампунь. Шампунь вот сюда. Так как это для людей. Отбеливатель. Тут зубная паста и шампунь. Как бы, чтобы вот люди... О, что там написано? Осенний скнет. Защитный шампунь. От кого он защищает? От монстров под кроватью. От монстров под кроватью, которые вот... предыдущие игрушечки в нашем хорроре был. Вот мылся бы парень этот этим шампунем. Не было бы у него монстров под кроватью и в комнате. Вот как оно работает-то. 224, смотри. 150 долларов мы сразу кидаем на карточку. Сразу кидаем на карточку. И все. И остаемся мы, можно сказать, с хреном. Потому что 74 доллара это очень мало. Хотя 74... Ой, 74. Хотя 16.00 время. Тут еще очень много времени рабочего. И я думаю, за это время что-то у меня выкупают. И прибыль у меня будет. Спрей заканчивается. Спрей заканчивается. Еще заканчивается порошок стиральный. Еще заканчивается вафли, йогурт, кекс. Да все заканчивается. Шоколад. Бобы. Варенье. Соус. Все кончается. Просто все кончается. Еще они печенье хотели пшеничного. То есть это... Сколько я денег должен иметь, чтобы все это купить? О, продается, смотри-ка. Кому-то все-таки оно нужно. Это, наверное, тот парень пришел и говорит, я сюда заходил. У вас два дня назад не было масла. Я хочу у вас купить. Еще раз. Не привезли ли вы в магазин большую пачку масла? Ну, я говорю, привез, конечно. Конечно, привез. Для тебя специально целую коробку заказал. Покупай, пока не разобрали. Вот. Так вот и живем. Какой красивый кирпич. Тут иначе и не скажешь. Счастливый час. Собачья еда. Высокая quality. Мокрая собака еда. А, мокрая еда собака. Нет, мокрая собака еда. Я же не дурак. Я перевожу по тексту. Кликвафер. Кликвафер это что-то очень вкусное. Это закуска. Но из чего это и что это я не понимаю. Вафли, наверное. Неудобно микрофон. Пить неудобно. Вот. Что вот можно сделать вот в это время? Да ничего, в принципе, нельзя сделать. Можно съездить, просто закупиться. Но закупиться на 170 долларов, это смех сплошной. То есть здесь особо ничего не купишь на эти 170 долларов. Давайте посмотрим, сколько прибыли у нас принес сегодня наш магазин. 500 долларов с учетом того, что время у нас 18.00. Сколько раз купили у меня... Йогурт купили. Сколько раз у меня купили сок. Соковыжималка. Сколько раз воспользовалась? Один раз. Выгодно. Один раз. Газету даже. Раз. Два. Три. Три раза воспользовались газетой, ты понимаешь? Три раза. А я соковыжималку поставил для газеты ставить. Правда, нет такой возможности. О, еще раз, что ли, соковыжималкой воспользовались? Смотри-ка, стой. Да, 26 долларов с соковыжималки и 15 долларов с газеток. Это дорогого стоит. Еще кофе-машину бы купить, вообще было бы отлично. Ну или все-таки эспрессо-машину, она, наверное, пойдет на... Ну, побольше будет получаться с нее денег. Ну, а пока мы над этим не будем заморачиваться. Пока что у нас деньги только на закупки. Уходи. Не хочешь покупать ничего? Уходи. Уходи, говорю. 263 доллара. Опять же, мы копим 400 долларов и покупаем на эти 400 долларов уже... Йогурт у нас есть. Йогурт у нас есть. Хотел сказать, йогурт у нас заканчивается. Просто один в стороне стоял, потому что на него места не хватило. Вафли у нас кончаются. И закончились... Что, здесь вот что-то стояло еще. Помимо йогурта нет? Может быть и нет. 66 грамм. 8 вафель. За столько денег, да ты чего? Жуть. Как дорого. А сколько в чипсах грамм? 10 З. 1 ОЗ. Или 10 З. Да пофиг вообще. Столов бы накупить на самом деле было бы вообще отлично. Но... Пока что денег нет у нас. Сам видишь, да? Что... Ну, нет денег. Просто нет денег. И все тут. Берут, берут. Смотри, 7 штук осталось. Было 10, осталось 7. То есть, я как бы думал, что отсюда не берут. Просто огурцы вот лежат, и их никто не покупает. Бананы две штуки купили, потому что здесь вот по краям были бананы. Так что, в целом-то, бизнес идет. Только не особо в гору прям, но... Ровно он точно идет. Хотя бы не в минус уже, спасибо. Триста десять. Время 20.00. Голода хватает почти на два дня. Так, яблок нет у мужика. Мужик хочет яблок. Мужик, слушай. Мы обязательно закупимся яблоками. Но только после того, как ты мне купишь что-нибудь другое, чтобы я смог на эти деньги купить яблок. Потому что очень много хочешь. Ты хочешь, чтобы у меня яблоки были, и покупать у меня ничего не хочешь. А я без прибыли купить ничего не смогу. Хотя бы потому что. Вот. Знаешь, если так посмотреть, то игра-то очень даже интересная. Только не очень она прям бизнес-симулятор. Она симулятор бизнесмена, но не бизнес-симулятор. Тоже бизнес-симулятор это симулятор, который продуман. В котором есть какая-то там, не знаю, стратегия. В котором есть реалистичность. То есть есть реалистичность. А в этом симуляторе нет реалистичности как таковой. Здесь просто играешь и играешь. Да, можно взять кредит, можно взять машину, купить. Можно купить бизнес, можно купить там за 500 тысяч вообще какую-то хреновину. Но реалистичности как таковой нет. Можно на тележку наложить 150 коробок и поехать, как это сказать, поехать. Гороха, говорит. Нет, а что это такое? А, это оливки. Оливки. Соленые оливки, победа, консервированная еда. И молока нет. Молока вот нет. А, молоко надо купить. Да, молоко надо купить. Молоко, шоколадное молоко. Фруктов, овощей и всего прочего. Давай уже, покупай. Чуть подороже. 366 долларов. Значит, смотри, завтра утром я еду в магазин. Да. Еду в магазин завтра утром. Просто я не знаю, как вот с этими паузами быть. То есть, а, смотри, да, наверное, убрали эту ерунду. То есть, хотя, наверное, если я сам буду это воровать, то... Свежее, как всегда. Если я сам буду воровать, наверное, оно само не падает. Конечно же, не настолько здесь реалистичная физика. Зато география вполне себе реалистичная. И природоведение. Смотри, дождик какой. Ровный. Гроза у нас. Все, что только можно. Почему свет у нас на ночь не выключается в магазине? Свет на ночь выключаться должен. Ну или там просто так светло. Непонятно. Просто на ночь свет надо выключать, чтобы экономить. Хотя, мне кажется, там становится темнее, когда уходит продавец. И поэтому... Ну и поэтому, наверное, все-таки правильнее судить, что свет выключается. Я все уже заговариваться стал. И... И все, потому что я устал уже. То есть, вот видосы больше 30 минут для меня это прям тяжело. То есть, я с трудом с таким записываю видосы больше, чем 30 минут. Потому что нужно сидеть, концентрироваться, разговаривать. А это хочу заметить тяжело. Как бы со стороны ты может показаться, что это... Ну, типа, сидишь, ты разговариваешь, играешь. Нет. Нет, нужно думать, о чем говоришь. Думать, что говоришь. Думать, как говоришь. И при этом не терять из головы мысли о том, что нужно тебе сделать. И это самое сложное. Потому что, как бы, когда играешь, ты расслабляешься. Когда играешь, ты расслабляешься, и ты... Как это правильно сказать? Занят только игрой. У тебя голова только игрой увлечена. Когда ты просто сидишь дома, там и доиграешь. А здесь я играю и разговариваю. Я не могу расслабиться. Я думаю постоянно о чем-то. Поэтому я иногда замолкаю и пытаюсь... Да, остановись. Пытаюсь понять, что я делаю. Потому что иногда я не особо понимаю, что делаю. Каждый день у нас новый продавец. И это странно. Может быть, у нас магазин плохо платит зарплату. Хотя зарплату-то мы платим исправно. Потому что плачу-то и я. Со своего счета банковского. И... Опять все отъехало на свои места. Видать, у них есть теперь свои места. И теперь они там будут стоять. 400 долларов на нашем кошельке. И мы не побоимся сейчас их потратить на закупку товаров. Все эти 400 долларов. Я думаю даже еще немножечко. Сейчас мы подождем. Смотри, я просто отвлекся немножечко тут на... На телефон. Он мне тут написал что-то. И я отвлекся из-за этого. У нас уже 445 долларов. С нас списали зарплату работникам. И мы сейчас поедем в... Наш любимый жабершоп. Затариваться. Все видели, что... Или вы не видели, не знаю. Что нужно было бы купить кофе. Кофе нужно купить. Нужно мясо купить, наконец-то. 62 доллара. Как раз мне надо пожрать хватит почти. Вот. И нужно купить, помимо кофе, яблоки. Умягчитель. Кукурузные хлопья. Обязательно. И еще что-нибудь купить надо. Там, не знаю, фруктов, овощей, салфеток, подгузников. То есть нам без разницы, что покупать. У нас все купят. Просто как скоро это вот неизвестно. Но, как правильно написали, как бы мы все прекрасно это понимаем. Чем больше ассортимент, тем лучше магазин. Тем больше прибыли он будет приносить. Кукурузные хлопья где? Вот кукурузные хлопья. Купим кукурузных хлопьев. Потом мы купим умягчитель. Где-то он вот здесь. Это же просто обычный этот, как его называют. Хрень, короче, для стирки забыл, как называется. Ну, умягчитель. В целом так он и называется. Нет подгузников. Подгузники. Подгузники купим. Купим мы еще яблоки. Что это за разные яблоки какие-то? Разные коробки. Мясо еще купили. Смотри-ка. Блин, богатым буду. Молоко. Молоко нужно купить, потому что молока у нас тоже нет. Молоко у нас купили. Последнее. Потом нужно купить фри, наверное. Ведро для мороженого. Давай ведро для мороженого купим. Потому что у нас это ведро для мороженого много раз уже просили. Вот. И, соответственно, тогда что мы еще купим? Купим мы с вами, с вами купим. Спрайт купим, потому что он у нас тоже заканчивается. Поставим его на яблоки и поедем в... Блин, баклажаны кончились. Ну, кончились и кончились. Что ж теперь я могу сделать? Йогуртов у нас еще достаточно. Молока мы купили. В принципе, у меня денег нет, поэтому как бы уже речи быть не может о чем-то другом. Сейчас мы разложим товар и тогда закончим. Печенье надо было купить. Да, печенье уже хотели покупатели второй раз. Упросит. Да что такое? Прям 5 секунд. Понял, понял, что это за звуки. Да что такое? Кто-то поехал-то. Смотрим, смотрим, покупаем, покупаем, покупаем. Давай, 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 покупай. Молодец. Что это такое? Спрей. Спрей ставим вот сюда. Ряду со стиральным порошком, потому что мы можем... Умягчитель тоже ставим туда же. Умягчитель. Нужная вещь. Кукурузные хлопья мы ставим вот сюда. Соуса у нас нет, я забыл про соус. Но опять же, у меня денег нет, поэтому... Что же я могу поделать? Денег нет, но вы держитесь. Подгузники. Ладно, молоко к холодильнику тоже. Ну, ну, поставим. Молоко к холодильнику. Яблоки мы положим вот сюда куда-нибудь. Куда поставить яблоки? Может тебе внутрь их положить вот сюда? Нет, это глупо. Это будет некрасиво. Нам нужно, чтобы было красиво. И подгузники мы забираем. Забираем подгузники, закрываем с собой дверку. Подгузники у нас в бытовой химии будут стоять. Зачем ты перепрыгиваешь? Подгузники мы... 40 штук подгузников. Ничего себе. Это 40 штук и 10 в коробке. Это 400 подгузников. Нифига себе, как это... Запас, блин, на войну прям. Что такое-то? Все. Так, умягчитель мы поставим вот сюда. Вот этой стороной, чтобы было покрасивее. Чтобы было получше. Чтобы было поприятнее глазу. Мне кажется, я сейчас смандил и сделал не очень правильную вещь. Разместил все это дело под углом. Ладно, давай вот сюда поставим еще. И здесь осталось их целых 5. Но если их целых 5 остается, то давай мы... Поставим порошок стиральный вот сюда. Вот сюда поставим стиральный порошок. Вот это вот сюда поставим. Стральный порошок. Хочу заметить, он заканчивается уже. Это грустно. Нет шоколадного молока. Ну, блин, ну, дружище. Ну, ты с запросами своими покурать не будешь. Такие вещи мы не покупаем. На такие вещи у нас денег не хватает. Потому что ты плачешь за товар очень мало. Очень мало. И очень мало у меня всего покупаешь. Поэтому я не привезу тебе шоколадного молока. Все. Все, как бы тут все просто. Тут даже разговаривать не о чем. Да что? А, понял. Слушайте, я часто сегодня отвлекаюсь. Молоко. 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 Расставляем вот сюда. Вафля одна осталась. Почему? Я бы с радостью взял. Почему у меня... Я же две руки. Почему я не могу? Я одну камеру держу, что ли? Или что? Почему я не могу взять два молока в руки? Чтобы была у меня левая и правая кнопка мыши за руки отвечала. То есть, ну, не знаю, какой-то там реалистичности добавьте. Что, я не могу пачку молока, что ли, две пачки молока взять? Могу, конечно. В чем проблема? Колбаса с мороженым, с морепродуктами. Ой. С мороженым, с морепродуктами. Будет лежать в одном месте. Красота. Возьмут меня в магазин работать с такими навыками? Интересно. Приду на собеседование, скажу. Ребят, я хочу у вас работать. Вы как хотите. Я играл в Trader Life Simulator, выкладывал там мороженое на колбасе. Берите меня к себе, потому что я незаменимый сотрудник. Таких, как я, больше нет. И они скажут, конечно, конечно, давай. Конечно, приходи работать к нам. Обязательно. Я скажу, вот так здорово, вот так счастье. Пойду работать в магазин. Наконец-то моя мечта сбылась. Вот. В принципе, такая работа, это тяжело. И нудно. Нудно, очень нудно. Примерно как вот это вот видео. Потому что я прям не знаю, как ты это смотришь до конца. Как мне написали, что мы тебя смотрим до конца. Давай, не это, не манди, не вырезай ничего там. А я не специально. Так, давай. Блин, яблоки, яблоки. Яблоки, давай, блин. Вот сюда наложим просто. Такая разница вообще. Кто на это смотрит? Где лежат у нас яблоки? Лежат они, главное самое. Не валяются где-то в куче. Правильно? Четко, красиво, разложены под столом. Самое главное, чтобы была какая-то, как это называется, матрица. Последовательность. И будет счастье. 455 долларов мы собрали только что с... Ничего себе. 521 в 15.00. И это у нас нет еще ткани, бургеров, бобов и шоколадного молока. Ну, шоколадное молоко, ял, это очень большое. Это очень дорого. Так что пойдем, мы соточку кинем на банковский счет. И закончим на этом. Потому что это очень долгое видео, я уже устал. Честное слово тебе говорю, устал. Даже головешка не работает. Сотню кидаем на... Хотя... Хотя... Хотя вот... Хрен его знает. Может... Нет, на этом мы закончим. А в следующей серии мы... Затаримся. Затаримся порошком вот этой химии бытовой, Которой у нас есть. А химии бытовой, которые у нас есть и нету. И... Купим вот сюда. Вот холодильник полностью забьем. Всего, короче, купим. И купим кофемашину. А на этом давайте попрощаемся. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Напиши мне комментарий. Соответственно, поделись с друзьями. И... До встречи в новых видео, в новых сериях. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok